Мы приехали сюда, чтобы познакомить вас с растительным и животным миром вот данного региона. Мы вам расскажем и покажем. Здравствуйте, дорогие телезрители. Стоит зима, до весны и лета еще далеко, но тем не менее мы продолжаем работать и направились на один из водоемов, который находится недалеко от города Схенвал. В прошлый раз мы были на озере Цунар и видели там зимующих уток и цаплю. Ну и решили проверить другие водоемы. Возможно и здесь, вот на этом водоеме, который мы давно знаем и показывали его как-то, тоже есть зимующие птицы. Но зимующих птиц мы не нашли. Есть, правда, участки свободные ото льда. Но мы потом проверим, что там из живности есть. А сейчас вот я вам хочу показать, что здесь за мной в большом количестве растет рогоз. То, что вы называете камыш. Правильное название его рогоз. По-остински кады и куды. Рогоз. Уже на нем развались вот эти вот пушинки с семенами. И вот здесь иногда бывает порыв ветра, ветер срывает их и уносит эти пушинки вместе с семенами в сторону. Они падают на землю, падают во влажную среду и прорастают, образуют как бы новые заросли этого рогоза. Растет здесь также тростник, растет всякая болотная трава. И в этом озере, бывали мы тут и летом, водится рыба. В основном это караси и карпы. Ну, в городе мне ребята говорили, что кто-то сюда принес щуку и бросил ее вот в этот водоем. Ну, эта щука, наверное, сейчас размером с меня, если только это так. Потому что щука очень хищная рыба. И имея много обилия большого корма, она очень быстро набирает вес, становится огромной. Уходит, здесь я не знаю, максимум, может она килограмм 30 наберет, наверное. Но мы тут из рыб пока ничего не видим. Ходим вокруг озера, слышим крики дятлов. Очень сильно активизировались дятлы. Мы их в прошлом фильме вам показали. На этот раз они нас не подпустили к себе близко. И сейчас попробуем поискать что-то в воде, в той части водоема, который не замерз. Музыка. 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 Вот так вот выглядел этот рогоз до того, как он вот осеменился. Вы видели, как он превратился в такие пушинки, которые улетают, когда поднимается. Музыка. 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 вот наш сачок принес наконец улов посмотрите попались две небольшие рыбешки вот они так вот выглядят это мальки рыб еще не взрослые они зимует на дне водоема вот попались две штучки ведут себя очень оживленно но мы их вам показали и сейчас отпустим и 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 вот мы продолжаем обследовать этот водоем точнее дно этого водоема очень хочется нам поймать лягушку тритона ну в общем какое-то водное животное но нам это не удается зато к моему удивлению и может быть даже быть какой-то степени мы даже стали первооткрывателями наверное впервые в южной осетии мы поймали мотыля личинок комара печеньки комара называется ну комары разные разные бывают величинке бывает каретра бывает мотыли бывает много других вот это вот лечение чему-то наши местные рыбаки и я сам думал что он у нас не водится газа водится но это очень мелкий мотыль потому что видите вот такой мотыль особо и на крючок не оденешь крупный мотыль он примерно толщиной со спичку в россии его много и большинство российских любителей рыбал рыбалки ловит рыбу именно на мотыля ну одно то что мы уже нашли мотыля это уже хорошо это уже как бы повторяю как бы что-то такое новое для нас по крайней мере за восемь лет работы и путешествие обследование водоемов впервые мы нашли мотыли очень приятно их видеть вот вот он мотается видеть как бы выкручивается мотается мотается видимо поэтому он и получил название мотыль мотыль очень ценный корм для рыб и любителей которые держат дома аквариум знают что мотыль один из лучших кормов для их аквариумных рыб вот мотыль продается кстати вообще на рынках можно его купить для кормления рыб вот попалась еще одна рыбешка в общем вы убедились в том что зимой жизнь не замирает в водоеме продолжается и вот мы поймали еще одну небольшую рыбешку мне сложно сказать на кого эта рыба похоже может быть это быстрянка может что ты можешь что-то из карповых одному и отпускаем помогает с оператором наш водитель вы увидите его у себя на кадрах ему удалось вот как раз поймать и мотыля и мальков рыб мы тоже по очереди забрасывали этот сачок но нам повезло меньше и пока что я забыл в обмирии Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Причем облепихи очень урожайной и высокорослой Очень высокие кусты облепихи, очень урожайные, как и всегда Здесь зимнее время проводили многие птицы Дело в том, что когда земля покрывается снегом, еды у птиц почти не остается И они переходят на питание всякими лесными плодами и ягодами И особенно часто птицы питаются на облепишниках Облепиха очень ценное растение, содержит массу витаминов, различных биологически активных веществ И птицы каким-то образом это знают, чувствуют и поэтому они собираются на облепиху, которую они продолжают зимнее время есть Ну, на этот раз снега вокруг мало, он стоял Поэтому, потому что на земле появилась пища, в облепихе птиц на этот раз мало Ну, про облепиху я много раз рассказывал, вы уже многое помните Два варианта, и каркмисензак, и каркмисензак Какой из них более правильный, я не знаю Облепиха, как видите, как я и говорил много раз, не очень востребована нашими жителями Можно с него получать масло, можно получать с него различные типа настойки Получать с них варенье, выдавливать с них сок и так далее Ну, это мало кто делает Ну, с одной стороны, может быть и хорошо, потому что лесным зверушкам, птичкам и другим лесным зверушкам Остается питание в лесу, и они могут прилететь в то время, когда им тяжело Когда стоят холода, когда стоят метели, морозы Прилететь и тут съесть какую-то долю пищи Ну, посмотрите кругом, в каком обилии она растет Это Цхинвальский район, местность, где мы находимся Ну, конкретно я вам говорить не буду, но Цхинвальский район, ущелье Малыля Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Мы продолжаем стоять тут в облепишнике Ждем птиц Они тут есть Но, к сожалению, а может и не к сожалению, их мало К себя они близко не подпускают, но я знаю некоторых птиц по голосам Конечно, не всех, но, по крайней мере, достаточное количество птиц по голосам я могу узнать И вот, судя по голосам, которые раздаются из кустового лепихи Это очень много там синиц Много черных дроздов Много рябинников Есть овсянки И есть еще зяблики Вот эти те голоса, которые я смог тут различить Где-то вдали слышны звуки зеленого дятла Но он сюда не подходит Просто где-то он тут внизу за лесом сидит Это вот то, что нам тут удалось заснять Посмотрим, что у нас получится дальше Поедем еще по другим местам Не только лепихи, но и все колючие кустарники являются очень хорошим укрытием для гнездящихся птиц Дело в том, что в эти колючие растения с трудом заходят кошки, собаки, различные дикие животные И поэтому, каким-то образом, зная об этом, многие птицы гнездятся внутри, вот в облепишнике и вокруг Защищая свои гнезда от врагов Вот мы тут нашли одно старое гнездо Вот посмотрите, где она находится Вот она со всех сторон закрыта колючками И никто в эти колючки не сможет пробраться Он весь исцарапается и уйдет И вот внутри, куда не можем пробраться не только звери, но даже и мы Тоже отсюда мы видим эти гнезда, но подойти к ним не можем Очень плотное такое кольцо из облепихи, из шиповника Тут много различных растений И еще раз хочу сказать, что зимний период – это приют и место кормежки для птиц, которые остаются у нас зимовать А в летний период – это прекрасное место для гнездови гнездящихся у нас птиц Субтитры создавал DimaTorzok Мы подъехали еще к одному водоему Дело в том, что вы можете удивиться, что это мы по водоемам все ездим Дело в том, что приближение весны, вот эти весенние явления Очень часто проявляются впервые на воде Когда появляются перелетные птицы Но это в основном, конечно, водоплавающие птицы – это утки, гуси, кулики и так далее Но мы тут ничего не видели Озеро больше, чем наполовину покрыто льдом Есть свободная от льда вода, но никаких птиц и вообще тут ничего не видно Может быть, мы не вовремя подъехали Вероятнее, надо было подъехать утром рано или поздно вечером Когда возвращаются с полей различные птицы, которые остались Водоплавающие птицы, я имею в виду, которые остались у нас тут зимовать Но в любом случае, вот так вот выглядит вот это вот озеро И опять люди продолжают нарушать противопожарную безопасность Проезжая по дороге, мы видели очень много горящих мест Горит сухая трава Что может вызвать, конечно, очень неприятные последствия Это может перекинуться на жилые дома и так далее И вот здесь за озером тоже вдали видно, что кто-то поджег траву Вон там мы видим затухающий такой огонь Вот то, что мы сегодня с вами увидели И то, что мы сможем вам показать Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал И спасибо также спонсору нашей передачи Югостинскому комбинату хлеба, булочных изделий Его директору ЦУР Рыбовиде, Вадиму Шатайовичу До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»